Реализация требований правил, часть 17 серии, которая называется «Создаем каталог своими руками». В этой части мы немножечко доделаем выдачу товаров наружу, так сказать, добавим туда метки. В общем-то, у нас это не было изначально заложено, поэтому я добавил немножечко вот в этот пункт, который вы сейчас видите, отображение меток. Ну и, собственно говоря, сделаем как раз облако, которое выдает по релевантности как раз облако меток, то есть часто используемый. Ну и, в общем-то, переключимся в студию. Итак, давайте приступим. Что у нас есть? У нас есть контроллер, который называется «Продукт». Есть? Есть. У нас у продукта есть «ViewModel», который выдается наружу, и у него нет меток. Так, давайте добавим тот самый интерфейс, «iTagHolder» называется. Теперь у нас появилось сущности, свойства. Теперь при старте приложения мы получим сообщение об ошибке. Запускаем. Где же ошибка? Так, лишних окошек нам не нужно. Странно. А, нет, все правильно. Вот, смотрите, на самом деле выдалось сообщение о том, что у нас не связанных, вернее, нет у нас замапленных объектов. Да, тот самый стринг, который мы добавили, он не имеет. То есть, продукт на продукте моду не хватает информации про так стринг. Все очень просто. Так, нажмем пока «Стоп». Так, это мне тоже не нужно. Теперь давайте откроем маппинг. Так, это мне нужно «Продукт маппер». Ох, «Конфигурэйшн». Так, мы говорили про вот этот вот, значит, мы здесь должны сказать, что, правильно, мы должны сказать, for member, неправильно я писал, как раз тот самый, который у нас нету, который так, а стринг, нам нужно сказать, чтобы использовался так называемый вот, так, то стринг резолвер. Ну, в общем-то, так и напишем. А, да, есть ограничения. Так, ошибочка. Давайте посмотрим, что все-таки за ошибка-то у нас. Так, угадывать-то, конечно, хорошо. А, вот, у нас есть iValueResolver, который может принимать параметры и generic закрывается продукт, и продукта VueModel. Соответственно, так как у нас, где это было, у нас продукт VueModel, то есть не подходит, соответственно, поэтому нам нужно сделать некоторую универсализацию от этого резолвера. Ну, я сделаю следующим образом. У меня вот этот вот, так называемый, ProductUpdateVueModel, он содержит... Так, 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 сейчас, секундочку, давайте вместе подумаемся. Один момент. Он вот этот вот свойство содержит, правильно? Правильно. Тогда, соответственно, я могу сказать, что у меня вот этот вот резолвер параметр принимает сюда вот этот вот параметр и, соответственно, он может вот этот тег наполнить вот этим свойством. Проверяем, что у нас пропала ошибка. Да, действительно, а ошибка пропала. Но сейчас пока еще это, соответственно, тоже не будет работать. А вот почему? Ну, подумайте минутку, почему не будет. Возможно, два варианта. А я пока открою базу данных. Ну, в общем, если вы подумали, то если хотели подумать, то уже подумали, в общем, я скажу. Во-первых, у нас два варианта, почему теги могут не показываться. Во-первых, просто у сущности может быть не быть тегов, потому что изначально мы сделали так, что они были необязательны. Ну, и во-вторых, просто у нас недонастроено некоторое количество вызовов. То есть нет у нас инклудов этих самых тегов, когда мы получаем, допустим, какой-то из продуктов в один из методов getById или getPage. Так, вот у нас связка есть. Здесь у нас есть. TagWithText. Ага, значит, у нас один товар есть с метками. Давайте его попробуем посмотреть. Давайте запустим. Все-таки убедимся, что он реально сейчас не работает. Что там? Вот таким вот образом. Сейчас я окошечко поднастрою. Так, извиняюсь за проволоки. Вот. Упс, не попал. Хоп-хоп. И смотрим. Так, вот у нас есть пустая строка. Пустая, пустая, пустая. Все пустые. Ну, в общем-то, то, о чем я и говорил. Чтобы они стали вдруг не пустыми, для этого нужно сделать следующее. В моем фреймворке это делается очень просто. Я хочу сделать override. Есть такой параметр getIncludes. Я не вижу. Так, кажется... Ой, ну что ж я делаю? Конечно. GetIncludes у меня уже вот заверазено. То есть я уже категории подключаю. Мне нужно просто добавить еще некоторое количество инклудов. Ну, я обычно делаю вот так. Include. Здесь делаю Ctrl-D. Так, что-то у меня тут... Ага. Вот. Так, и вот это свойство я хочу выключить навсегда. Вот. Чтобы оно не мешалось. Вот. Теперь мне нужно непосредственно сделать include product тегов. Да? Вы помните, это связанная таблица. И поэтому этого мало. После нее мне нужно сделать include, где-то тут есть, then include. То есть после того, как я вызвал include, включил записи product tags, мне нужно еще включить непосредственно сами теги. Вот. Вот. Теперь получается, что готовченко. Я запускаю. Вот. 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 Стартует приложение. Давайте выполним этот метод еще разочек. Проверяем. Давайте я сделаю вот так. Ctrl-C, Ctrl-F. Ох, у них тут 10 штук. Я буду по ним вот так вот ходить. Где-то в какой-то есть метке. Нету, нету, нету. Нету. Ну, получается, что нету. Давайте проверим еще разочек. Такс, такс, такс. Ну, в общем-то, давайте проверять, почему нету. Для этого нам нужно поставить бряку. То есть, breakpoint. Так, это должно быть в резолвере, да? Я вот так вот нажму Ctrl-T, Resolver. Tag-to-String-Resolver. Вот здесь вот она уже стоит. Запускаем дебаг моды. И будем проверять, почему у нас эти вот метки не пришли. Вот так вот будет красивее гораздо. Так, запускаем метод. Интересно, я вышел из него нет. Да, вышел. Окей, хочу. И выпускаем наружу. Так, вот этот метод. Tag-service. У нас теги getString. Вот они приходят. Проверяем, что у нас продукт. А давайте будем вызывать идентификатор конкретного продукта. И будем смотреть непосредственно только его, чтобы все остальные пропустить. Для этого мне нужно что сделать? Мне нужно открыть базу данных. Скопировать идентификатор продукта. Где-то здесь он был. Вот он. Ctrl-C. Теперь, собственно говоря, запустить заново в дебаг мод. Пойдет. Пойдет. Вторая. Старт. Класс. Да, почему-то сбрасывается. Ну, ладно, неважно. Давайте. Products. GetById. Вот он тот самый ID. Past. Past, вернее. Вот. Теперь мы точно знаем, что у этого продукта у него есть теги. Теперь мы сделаем F11. Пойдем сюда. Посмотрим, что же у нас здесь не так. Продукт пришел. У продукта метки есть. У меток есть теги. У теги есть name. Так, понятно. Теперь мы возвращаем все теги. Есть. Соответственно, теги здесь должны быть. Так, есть. И мы возвращаем result. Вот он ставится. Set. И... Так, метки пришли. Почему они не приходили в тот режим? Ну, давайте еще раз тогда выполним. GetPage для всех продуктов. Ну, должно все работать. Я бряку отсюда сниму. Отсюда вот тоже. Выполнился метод. x, ctrl-c, ctrl-f. Ну, я, чтобы искать было проще. Есть. Нет. Вернее, нету, 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 нету. А, метка... Метка может быть на другой странице. Потому что у нас total count 11. Ну, конечно, я немножечко затупил. Ну, как говорится, и про старуху бывает порнуха. Поэтому давайте еще раз проверим. Вот она как раз 11 их появилась. И я листаюсь сразу за ним. Да, все отлично работает. И, собственно, грязь в первого раза. Продолжаем разговор. В данной... Во второй части этого видео мы создадим сущность TechCloud. Ну, потому что в базе она нам не нужна. Но для того, чтобы это выразить облако, нам необходимо, чтобы у нас были дополнительные сущности. И, в частности, вот одну из них, которая называется TechCloud. Так, давайте для начала я... где у нас ViewModels. Ну, пусть она лежит во ViewModels, потому что в какой-то степени это является ViewModels. Но я его не буду не вкладывать в какую-нибудь папку. Я назову вот так Cloud. Так, что нам потребуется в этой сущности? Ну, давайте вот так вот назовем его. Это ViewModels for Cloud Calculation. Собственно говоря, что здесь должно быть? Как минимум, здесь должно быть свойство, которое называется... название, да? То есть Name. Дальше здесь должно быть какой-то Int. Ну, это, наверное, вот Total... Сколько таких вот меток используется? TotalCount, пусть называется так. Дальше здесь должно быть... Ну, я так предполагаю, что было бы неплохо иметь какой-то String, который обозначал, ну, наверное, ну, CSS. Хотя, на самом деле, это не обязательно. Но я пока ничего не буду делать так. Пусть пока останется так. Что нам еще? Наверняка, пользователь на приклике на метку захочет посмотреть все продукты, которые связаны с этой меткой. Вот. Поэтому я сейчас добавлю пару комментариев. TotalItemsCountWith... Невероятно. Так. То есть, мне теоретически нужно все-таки иметь какой-то... какой-то идентификатор, да? Чтобы я по названию мог найти его базе. Ну, то есть, чтобы не сказать по названию, чтобы я мог по идентификатору найти. Ну, я просто унаследуюсь от Identity. Identity. Вот так вот. Вот. Это у нас Identity. Вот моя Identity. Вот. Таким образом получился идентификатор. Так. Дальше. Что нам еще для этого нужно? Возможно, потребуется, так как это отдельная такая специфичная сущность, да? Мне кажется, потребуется новый контроллер. Более того, я его назову Cloud. Ну, то есть, в единственном числе. Чтобы... И сделаю один метод, который называется... Ну, пока давайте метод создам... Метод, который называется GetCloud. И, соответственно, он будет действовать как по умолчанию. Ай, экшен, резалт. А, стоп. Давайте сделаем по-правильному. Это у меня будет экшен, резалт. Оперейшен, резалт. Ну, и, собственно говоря, здесь что-то будет... Списка, да? От этих вот тег-клаудов, которые будут уже непосредственно отображаться на UI. Ну, собственно говоря, я в силе... Ой, в правах сделать вот таким вот образом. Здесь обязательно мне нужно поставить что-то типа Road. Ну, давайте посмотрим, как у меня там используется. Ну, никак не используется. Но, теоретически, это не важно. Тогда мы просто унаследуемся от Operation Result. Или даже нет. Unit to Work. Потому что мне в этом контроллере придется обращаться непосредственно... Так. Мне здесь Unit to Work. Нужен Application. DB Context. DB Context. Так, что-то там еще мне нужно. Да. Application User. Потерял, вот он. И Application Row. Вот. То есть, у меня этот контроллер будет выходить наружу. И уже будет при этом иметь какой-то функционал, реализованный для Unit to Work. Теперь мне нужно, собственно говоря, получить базовые приопределения. Вот. И теперь я смогу здесь вот что-то там такое вот. Давайте сделаем пока вот так. Ну, соответственно, Return. И мне нужно сделать Operation Result. Что там? List. Tag. Cloud. Вот таким вот образом. И я вот этот вот Operation верну. То есть, я сделал заглушку. На самом деле, она... Правда, вот она хочет. Некоторое описание. Вот таким вот образом. Так. Ну, теперь, собственно говоря, я могу написать реализацию здесь. Ну, что на мой взгляд, совершенно неправильно. Хотя, с другой стороны, ну, некоторые все-таки предпочитают реализацию делать в контроллерах. Ну, я считаю, что для этого должен быть какой-то сервис. Ну, почему? Потому что существует вероятность, что его где-то использую. Хотя, смотрите, есть такое понятие там, оптимизация ради оптимизации, так сказать, абстракция ради абстракции. То есть, если я сейчас делаю лишний сервис, потом я его нигде не буду использовать. В общем, я не считаю, что это на самом деле плохо. Потому что это, как бы, дисциплинирует с одной стороны и дает некоторые плюсы в разработке. Потому что я уже буду писать отсоединенный от контроллера сервис. То есть, он уже мне даст некоторые обоснования что-то где-то по-другому написать. В отличие, если я прямо здесь буду использовать контекст или там session или что. То есть, дерево меток, оно очень редко меняется. Теоретически, было бы неплохо положить его в какую-то кэш. Я не знаю, там session или application cache, или вообще там системный кэш. И очень редко его использовать. Но так как системный application и session cache, они связаны с HTTP. Ну, непосредственно с хостовым сервером. То, так называемый вот cloud-сервис, который я сейчас буду создавать, он теоретически не потребуется. То есть, он не будет привязан к серверу, то есть, к хосту. Но может использовать это внутри себя. Так, я создал cloud-сервис. Создал или не создал? Создал. Так, что тут у меня, какой-то суспект, какие-то... Ну, ладно, не важно, что это, какие-то... Какие-то непонятные непонятности. Ладно, бог с ним не важно, давайте поехали дальше. Во-первых, у меня здесь требуется описание. Ну, пусть это так называется, cloud-сервис, неважно. Вот. Что у меня этот сервис должен делать? Ну, теоретически он должен возвращать... Ну, operation-result. Смотрите, меня часто спрашивают, где можно и где нужно использовать operation-result, а где нет. Смотрите, есть ли у вас в зависимости при запросе, да, определенного функционала требуется выполнить некоторое количество связанных между собой контекстов, ну, в смысле вызовов, да, которые должны возвращать какой-то вариант, ну, то есть, какой-то результат. Вот. То в данном... Ну, как же объяснить-то по-русски? На самом деле, все это настолько привязано к конкретной реализации. Вот смотрите, я объясню на данном примере. Cloud-сервис должен возвращать у меня... То есть, он должен иметь метод какой-то list-tag-cloud. Ну, то есть, вот такой вот какой-то, да, метод. Там, get... Или, там, давайте, create-cloud. Ну, то есть, он будет каждый раз перестраиваться по требованию. Теоретически, я даже могу сделать интерфейс. Ну, я пока не буду этого делать, я пытаюсь объяснить. Так, во-первых, мне тут нужна быть реализация. Вот. То есть, в данном варианте я могу вернуть лист. То есть, ну, вообще, лучше, конечно, и номер его возвращать, но пусть пока возвращается лист. Для того, чтобы... Как это по-русски-то объяснить? Для того, чтобы это можно потом использовать дальше. То есть, если я отсюда верну лист, мне придется обертку сделать непосредственно уже. То есть, смотрите, этот метод уже будет смотреть, грубо говоря, прямо на пользователя, на контроллер. То есть, результат действия этого метода, теоретически, он должен возвращаться. То есть, я здесь вот так вот делаю инжект. Вот это вот так. Нет. Клауд-сервис. Вот. И он у меня может уже возвращать результат, который будет непосредственно передан уже в сам контроллер, то есть в сам UI. То есть, у меня вот это вот штуки теоретически не должно быть. Если я использую в Cloud-сервис эту самую вот обертку, тогда получается, что Operation у меня будет здесь, в данном случае, результат равен Cloud-сервис, GetCloud, или как я там его назвал, CreateCloud, да. Вот. И, собственно говоря, вот на этом как бы функционал завершен. Ну, вот в данном варианте я делаю таким образом. Опять же, возвращаясь, когда нужно, а когда не нужно. Если у вас есть какие-то системные, да, то есть низкого уровня операций, которые не требуют выхода наружу, или там никогда не будет их видеть пользователь, или никогда не будет использоваться контроллером, оборачивать их в Operation Result имеет только один смысл. Если у вас множество вариантов ответа от этого сервиса. Например, если я делаю так, в Cloud-сервис, то есть может вернуться, может нет, теоретически оно может быть пустым. Поэтому возвращать оттуда в Operation Result, то есть из вот этого метода, на самом деле особого смысла не имеет. У меня облако, оно, вне зависимости от этого, есть метки, нет метки, оно соберется. Экзепшены, ну, не знаю тоже, какие могут быть экзепшены, то есть сайт не найден или что, почему он должен, или меток нет, но это, опять же, просто пустое облако. То есть в данном варианте возвращать Operation Result, в который можно будет добавить дополнительную информацию относительно того, почему было или не было там реализовано облако, ну, в смысле, создано. В общем, на самом деле оснований нет. Но вы можете решать это, как бы, вот сами, да, если вам нравится Operation Result или, там, его подобие, пожалуйста, используйте, если не нравится, ну, нет. То есть, а когда вы делаете последовательные запросы, там, к нескольким методам, и каждый из них возвращает Operation Result, и потом каждый из них нужно обработать, ну, тут, опять же, тоже смотреть, нужно возвращается на UI или нет. Просто я использую договоренность, что всегда, всегда любой контроллер возвращает Operation Result. То есть, если, соответственно, сервис сразу возвращает на UI, тогда это Operation Result. Если нет, то нет. Ну, и вот, не знаю, поняли, нет. Ну, в данном варианте реализации Operation Result, ну, как бы, особо смысла нет. Я, чтобы не тратить на это время, поэтому ее и не буду реализовывать. В общем, вот, что теперь у нас тут нужно. Теперь давайте я немножечко выключусь, напишу код, чтобы не тратить ваше время, а потом его также расскажу, как было в предыдущей части. Итак, я написал немножечко кода, теперь хочу с вами им поделиться. Во-первых, я сделал интерфейс, который называется iCloud Service. Естественно, вот, он имеет метод Cloud Create. Также я его зарегистрировал непосредственно в Dependency Injection, то есть в контейнере. Ну, и, собственно говоря, немножечко поправил этот сервис, который теперь делает ToList. Потому что раньше он возвращал, метод возвращал iList, вернее, а теперь возвращает iEnumerable. Ну, и, не знаю, интересно ли вам физика и математика. Ну, давайте по-простому. Здесь, на самом деле, расчет облака – самый простой вариант. Cloud Count – это количество кластеров, на которые нужно бить. В общем, тут все, как бы, алгоритмы всем известны. Суть вот в чем. У меня есть репозиторий, с которыми я получаю теги. Я подключаю сразу продукт, где эти теги используются. Я получаю не просто, делаю два projection, где показывается Total, а потом я высчитываю Total Count, то есть вот я Cloud превращаю непосредственно уже в сущность, которая будет наполнена данными. Ну, и здесь небольшие преобразования, расчеты, min, max, вот это вот самого Cloud, так называемого кластерного расчета. Я не помню, как точно называется эта формула. В общем-то, я просто написал ее и все. Если вам интересно, можете сами посмотреть, разобраться. В общем, счет… Давайте запустим и посмотрим, как это работает на самом деле. И так, вот у меня запустился сервис. Как вы помните, у меня не очень много тегов. Вот. Ну, у меня их два, тест 4 и тест 5, и каждый используется по одному разу. Ну, в любом случае, поверьте мне, что это сработает. Если у меня будет много меток, то у меня они соберутся в так называемые Total Count, они будут сортированы по названию. И, собственно говоря, UI останется только просто показать эти метки с… Ну, то есть можно добавить еще какой-то обработчик на UI, что от количества зависит там шрифт этих меток или размер шрифта или цвет даже. И, в общем, можно нарисовать довольно такое приличное красивое облако. Ну, кстати, могу показать, как это работает, например, вот здесь. Вот облако меток. Вот. По образу и подобию. То есть те, которые часто используются, вот 61, показывается пожирнее. Здесь вот 53, здесь вот 15. Ну, и есть там по одному, по два. В общем, тот же самый принцип. Так, ну, тогда на этом позвольте закончить. На этом у нас как бы работа. На этом… На этом позвольте закончить. Я только единственное, что сделаю. Я отмечу то, что мы сегодня уже сделали, чтобы на будущее не реализовывать его. Сейчас я немножечко пробегусь по тому, что нам еще предстоит делать. Так, облако меток мы закончили. Теперь дальше. Товар может иметь несколько отзывов. У нас это уже реализовано. Отзыв может оставить только зарегистрированный пользователь. Ладно, это нужно будет проверить. Ну, так, вообще-то у нас еще есть немножко времени. Давайте это проверим. Отзыв. Что для этого нужно? Давайте тогда вот так. Вот это у нас реализовано по умолчанию. Мы никаких, потому что ограничений не делали для пользователя. Отзыв может оставить только зарегистрированный пользователь. Давайте проверим, что у нас у контроллера ревью. Требуется авторизация. Так, getPaged, writeable. Ну, в общем, смотрите. Если я сюда поставлю атрибут... А давайте вот так проверим. У нас уже он, может быть, и есть даже. Потому что авторизация у нас требуется. Нет, нет. Ну, ладно. Тогда, чтобы у меня отзыв мог оставить только зарегистрированный пользователь, мне нужно сделать autorize атрибут поставить. Все. Сто процентов. У меня теперь этот метод запросит авторизацию. Так, дальше. Следующее. Отзыв должен содержать следующие обязательные свойства. Но, раз у нас уже отзыв есть, давайте проверим, какие свойства здесь требуются. Так, вот у нас есть review. А, стоп. А, нет. Вот, create. Content, User Name, Rating и Product. Смотрим. Content, Rating... То есть, User Name, да? Соответственно. Сейчас проверим. Да, User Name тоже есть. Собственно говоря, это, получается, у нас тоже уже реализовано. Дальше. Список последних отзывов должен быть запрошен на UI. Но, это тоже очень просто делается. Я думаю, что это будет для вас домашним заданием. Дальше. При сокрытии товара и всеобщий рынок должны быть вызовы. Это у нас уже тоже реализовано. Давайте проверим, что реализовано. Для этого нужно заглянуть в менеджер. Ой, не в My Personal Managers. Есть у нас Product Manager. И посмотрим, есть ли у нас категории. Так, секундочку. Вот. Provider. Чащий юзабилити для Review. Тоже у нас это готово. Поэтому я тоже с чистой совести это закрываю. Ну и, собственно говоря, наши роли, они как бы, ну и в Африке роли. Мы можем это сделать следующим образом. То есть, должен удалить любой отзыв. Для этого нужно открыть Review Controller. И, собственно говоря, смотрите, это делается очень просто. Так, ну, для начала давайте вот это. Пользователю нужно сказать, сколько отзывов. Это повторяется задача. Мы ее решили. Пользователю удалить свой отзыв и только свой. Пользователю измеритель. Так, это отзывы. Давайте проверим их. Review. Так. Ну, вот здесь, наверное, да, стоит еще. Ну, вот эти вот два последних пункта. Давайте я их оставлю. На будущее. Ну, и в следующем видео оно будет заключительным. Мы вот эти вот два роли администратора разберем. И, собственно говоря, как вот эти вот. И роли пользователя, как их назначать, собственно говоря, использовать и проверять. Наличие пользователя в конкретной роли. Ну, пока все. Продолжение следует.